Вы знаете, вот не знаю как у вас, а у нас сегодня в Москве уже прохладно, уже льет дождь, уже хочется утеплиться, поэтому мы с Олей решили уже готовиться и начинаем готовиться вместе с вами. Скоро осень и зима не за горами, давайте готовиться. Вот это ты правильно сказала, скоро осень и зима не за горами, потому что для меня осенняя обувь, она же зимняя, потому что я зимой не люблю носить такую, понимаешь, меховую обувь, которая прям ногам делает, то есть слишком тепло. Для меня это еще и осенняя, и зимняя обувь, полусапожки, северный Уэльс, 3999 рублей, два цвета на выборы, кричим на всю страну, из чего они сделаны? Оля, это натуральная кожа! Натуральная кожа, слушай, только подумать, причем за такую цену, я на самом деле такого не видела, но это белорусский бренд Марка, который нас всегда радует качественной обувью, обувью, ну безусловно, еще и модной и удобной. Давай разбираться, смотрим, какие у нас цвета и раскроем все секреты наших полусапожек. У нас сегодня два цвета, первый классический черный и коричневый. Соответственно, выбирайте, какой на ваш вкус, хотя ты знаешь, мне кажется, такие они настолько разные, что можно, в общем-то, взять на самом деле и те, и другие, потому что, чтобы миксовать и подбирать под разный наш гардероб. Ну, Наташа, действительно, за 3000 рублей сейчас в наше время невозможно купить кожу, это точно натурально, правильно? Внутри, может быть, кожи снаружи никак нет. У нас здесь натуральная кожа, причем высокий вариант сафок. Размер мне тоже очень нравится до 42-го. И бренд у нас очень известный, белорусская марка Марко. Марко, да, абсолютно верно. Белорусская Марко Марко. Этот бренд, он всегда, на самом деле, отличается высочайшим качеством, что и видно на наших полусапожках. Как мы выбираем размер? Мы выбираем эти сапожки размер в размер. Ну, и сразу видно, вот, Оль, согласись, но вот кожу натуральную, ее ни с чем не спутаешь. А как ты определяешь натуральную и натуральную? А ты знаешь, вот, на самом деле, по выделке. По выделке всегда видно натуральную кожу, ну и потом, конечно, в процессе носки. Что отличает натуральную кожу? Ну, безусловно, это качество, безусловно, это долговечность, которой будем ее носить. И, конечно же, вот знаешь, больше всего, вот, эксклюзивность натуральной кожи, это то, что ее эластичность, как она подстраивается под ногу. Натуральная кожа, она так садится на нашу стопу и так ее облегает, что, если мы надеваем сапожки из натуральной кожи, ощущение, что их сшили специально для нас, эксклюзивно, под нашу ножку. Конечно, таких ощущений трудно еще с чем-либо испытать. Согласна тобой, Наташа, ты знаешь, иногда не хочется, чтобы наступала осень и зима, потому что надоела эта обувь, которая прям как в тисках нашу ногу держит, да, и не ходить невозможно, да и вообще хочется быстрее домой разуться. Как здорово, что есть продуманная обувь, которая сама адаптируется под наши особенности, под наши анатомические особенности проблемы ножек. 3999 рублей, Наташ, только сегодня скидка превышает стоимость предложения, поэтому звоните с самого утра, пока все размеры в наличии, пока все цвета в наличии. Ну, то, что это кожа настоящая, это здорово. У нас другие проблемы возникают. Ты знаешь, с возрастом и нога увеличивается, и шишечка выступает, поэтому для нас нужно пространство побольше. Вот, Оль, совершенно с тобой согласна. Первое, бренд Марка все предусмотрел. У нас восьмая полнота. В магазинах обычно полнота заканчивается ведь на чем? На шестерке, ну, иногда еще семерку можно встретить. У нас восьмая полнота. Это значит, что идеально сядет. Это значит, что идеально подстроится даже под широкую ножку, даже если косточка. Ну, и плюс ко всему, не забывай, что у нас восьмая полнота еще и в сочетании с натуральной кожей. Значит, подстроится просто идеально под все особенности. Ну, вот я не смогла удержаться, я померила полосапожки Северный Уэль. Специальное предложение только с сегодняшнего дня. Ты знаешь, занырнула с легкостью. Не было неприятного ощущения, достаточно комфортно. У меня сейчас все и пальчики располагаются внутри. Но я бы хотела сейчас о другом поговорить. Вспомните, часто бывает так, когда мы смотрим на высокую обувь на сапожке и понимаем, что эта обувь не для нас. Ее невозможно застегнуть на полные ножки. Давайте сейчас проведем эксперимент. У меня тоже ножка не худенькая. Сейчас я вам это покажу. Смотрим. Сделаем замеры. Смотрите внимательно. Оп. У меня вот здесь вот эта высокая самая часть 33 сантиметра. Видите? Видите? 33 сантиметра. Это видно? Видно. Вот, смотрите, теперь 33. Запомнили? Убираем. И еще 2 сантиметра. Нет, Оля, не 2 сантиметра. Не 2. У нас здесь еще плюс к этим 2-3 сантиметра. Я сейчас покажу секрет. Если мы внутри нашего полусапожка как раз разрежем кожу, вот у нас здесь есть такой люфт, то у нас есть резинка. И это плюс еще 3 сантиметра к тому, что ты показала. То есть плюс 5 сантиметров, 35 сантиметров объем голени. Легко. Сапожок идеально просто сядет на ножку. Вот. Вот, друзья, понимаете, да? 33 плюс еще как минимум 3 сантиметра. Итого 35 сантиметров уж точно в этой высокой части застегнется. Плюс это натуральная кожа. Поэтому еще больше объем здесь также предусмотрен. Только сегодня 3999 рублей за бренд марка белорусского производства до 42-го размера из натуральной кожи. Абсолютно верно, Оля. Но у нас не только натуральная кожа. У нас еще... Давайте заглянем вовнутрь. Потому что здесь это нужно сделать. Внутри у нас полноценный утеплитель. И это не просто осенняя обувь. Посмотри, у нас здесь короткий ворсин. Это значит, что мы сможем носить эту обувь и холодной осенью, и в начале зимы. Ну, где-то до минус 10 лично я такую обувь совершенно спокойно ношу. Это значит, что наша ножка будет в тепле абсолютно даже, ну, вот когда уже сейчас станет весьма прохладно, согласись. Ты знаешь, Наташа, вот действительно я тоже ношу осеннюю обувь и зимой. У меня есть зимняя обувь с натуральным мехом. Ну, я вообще, вот она у меня стоит пылиться, можно сказать. И в экстренных случаях, когда вдруг случается в Москве зима, я их надеваю. На самом деле, действительно, полусапожки осенние выдержат и минус 10 градусов. Поэтому заказывайте сегодня и носите и осень, и зиму, и весну. Ну, другие проблемы, знаешь, бывают часто слякотная даже зима. Ну, и осень, тем более, дожди, лужи, не дай бог, наступим. Вовнутрь проникает водичка, ну и, соответственно, заболеваем быстрее. Ну, а давай проверять. Мы проведем эксперимент. Осень, грязь, слякоть. Сначала мы из-за грязнимых. Потом, ну, мы же часто попадаем в лужи. Во-первых, смотрим, что происходит под грязью и под дождем. Оль, посмотри, во-первых, грязь оттолкнулась, вода оттолкнулась, но мы же вылили графин воды. Давай проведем полноценный эксперимент. Мы берем абсолютно сухую салфетку. Так. Проверяем? Конечно. Мы должны быть уверены в качестве наших сапог, согласись. Я волнуюсь, Наташа. Ну, конечно, она помялась, но она идеально сухая. Это благодаря литьевому методу крепления подошвы. Значит, вы можете смело попадать под дождь и в грязь и оставаться идеально сухими. Так, выйдем сухими из воды в нашей осенней обуви под названием Северный Уэльс. Не забудьте, что это натуральная кожа. Размеры до 42-го. Цена только сегодня. Меньше 4 тысяч рублей. Еще и за белорусский бренд, который идеально адаптирован под наши несовершенства. Продолжение следует...